Торжественное празднование дня рождения непобедимого русского полководца генералиссимуса Александра Васильевича Суворова состоялось в Александро-Невской лавре. Здесь, в церкви Благовещенной Пресвятой Богородицы, у могилы Великого Воина, была совершена панихида, которую возглавил секретарь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, протеерей Дионисий Казанцев. В этот же день панихиды прошли и в других местах, включая главный храм Вооруженных сил России – Калининград, Камчатку, Крым и Донбасс. Великий полководец соединил в себе воина и христианина, заповеди Божьи реализовал в воинской науке и заслужил широкое народное почитание. Многие рассматривают почему-то Александра Васильевича исключительно с точки зрения воина и полководца, но забывают о том, что это был и в удивительной духовной жизни человек. Сегодня члены рабочей группы Министерства обороны совместно с представителями Русской Православной Церкви написали книгу о духовном пути Александра Васильевича, которая так и называется «Наука веровать, наука побеждать». Молитвенное поминовение непобедимого полководца, не проигравшего за свою жизнь ни одного сражения, совершили священники военного благочения, воспитанники военных академий, университетов, военных училищ, военнослужащие Западного военного округа. Суворов был прост и неприхотлив в быту. Его любили солдаты как родного отца. В настоящее время по народной инициативе собираются материалы канонизации Александра Суворова. К процессу сбора документов присоединилось Министерство обороны Российской Федерации, при котором была создана рабочая группа по увековечению памяти Суворова. Существуют письменные свидетельства ветеранов афганской и чеченских войн, а также участников спецоперации в Сирии о помощи, полученной по молитвенному обращению к воину Александру. После панихиды в Светодуховском центре Александрневской лавры прошел концерт солистов Мариинского театра, приуроченный к столь значимой для России дате – дню рождения Александра Васильевича Суворова. Субтитры создавал DimaTorzok